Сегодня мы будем изучать следующую главу книги Берешит, которая называется «Ваишев». И как мы уже говорили на предыдущих уроках, что разделы «Ваице», «Ваишлах» посвящены изгнанию народа Израиля. Это то, как Яков служит Лавану, то, как он бежит от него, то, как встречает его Эсавы, каким чудесным образом творец его спасает. А разделы «Ваишев», «Микец», «Ваигаш», последние разделы, почти последние разделы книги Берешит, они как бы намекают на будущее избавления. Ведь тот принцип, о котором мы говорили, который формулирует Рамбан, что «Маосеавот симан лебаним», то, что происходило с нашими прадцами, это знак на века для их потомков. И первая и начальная точка системы избавления – это рассказ о появлении двух Машехов. Машех бен Йосеф и Машех бен Давид. И это главная тема раздела «Ваишев». Эта глава начинается с рассказа о том, что братья продают Йосефа в Египет. Потом вдруг прерывается рассказ про Йосефа, и говорят Тора о Иуде, о его невестке Тамар, испытаниях, которых выдерживает Иуда. А затем возвращается к рассказу о Йосефе и о его испытании. Испытаниях с женой его хозяина Потифера. И наши мудрецы выражают удивление по этому поводу. И было в то время, а разве не нужно было сказать, и Йосеф спустился в Египет, почему эти два отрывка поставлены рядом? И говорит, Рашель задает вопрос, говорит Раби Азар, чтобы поставить рядом один спуск за другим. Несомненно, есть особенный смысл в том, что прерывается рассказ о Йосефе в Египте, и на первый план выходит то, что происходило с Иудой. Но давайте посмотрим, что было причиной того, что возненавидели братья Йосефа и не могли говорить с ним спокойно. Рассказывается про то, что наш праотец Яков захотел после всех этих испытаний. Давайте вспомним, 20 лет он служит на Лавана, 14 лет на самом деле за Рахель, а потом 6 лет за свой скот. И он должен бежать от Лавана, потому что он видит, как изменилось лицо Лавана, который не сумел, несмотря на то, что он сто раз, как объясняют мудрецы, не 10, а ассеретмонин, менял плату, изменял условия. И я хочу процитировать вам одно из высказываний моего учителя и раввина Гаона Равмуйши Шапира. Он задает вопрос, почему Лаван называется Лаван? Лаван – это белый. Вот составляется договор, две стороны подписывают договор о том, что плата будет такая-то и такая-то. И, несомненно, как же можно поменять? Потому что для Лавана этот договор, он как белый лист. Ничего не значит, ничего к нему не имеет отношения. Как белый лист. Как до подписи, так и после подписи. Вы понимаете, это Лаван. Так вот, плен у Лавана и чудесное избавление благодаря спасению Творца. Он зарабатывает огромный, становится очень богатым человеком благодаря тому, что его скот рожает. И наши мудрецы говорят, что точно соответствует количеству взрослых евреев, которые вышли из Египта. 600 тысяч – это то взрослых мужчин от 20 до 60 лет. Это то, что, когда выходит Яков, спасаясь от преследований Лавана. Это повторится через много сотен лет, когда Муше выводит еврейский народ из Египта, а на седьмой день догоняет его фараон со своим отборным войском. То же самое происходит и с Лаваном, который собирает людей, чтобы гнаться за Яковом. За кем? За семьей его дочерей. Ведь не только Рахел и Лея, но и Бильха и Зильпа, они тоже дочери Лавана, только от наложниц. Так вот, они заключают договор. И груда камней, которую называет Яков, Галь-Эд, это холм, это собрание камней, будут свидетелем Галь-Эд. А вдруг в Торе приводится, что Лаван называет это место на арамейском языке. Если вас спросят, на каком языке записана Тора? Она записана на святом языке, на еврите, но там есть два слова на арамите. Игар-Садута. Так называет это место Лаван. Но, посмотрите, Яков настаивает, чтобы это место названо было именно Галь-Эд. И мой учитель Гаон Рамойша Шапира приводит слова великого каббалиста Мегалеа Мукот. И он говорит, название, которое давал Лаван, Ягар-Садута, указывает на то, что нечистые силы хотели нас одолеть. И это то, что происходило во время греков. Антиох зарезал свинью на жертвенники храма и осквернил храм. В отличие от Лавана, наш пратец Яков назвал это место Галь-Эд. Это намек на храм. И слово Гилат относится тоже к храму. Как сказано, Гилат, ты для меня вершина Ливанона. Так говорит пророк Иермияву. А Ливанон это храм. Лаван это белый. Там, где отбеляются грехи Израиля. Так, в этом намек заключен, что Яков намекнул на династию хашмонеев, которые будут молиться тому, кто услышал молитву пророка Шмуэля на горе Гилат. Он имел в виду обновление храма хашмонаями после победы над греками. Не просто так требовал Яков от Лавана, чтобы назвать этот холм Галь-Эд. Груда, это груда камней. Галь будет свидетелем. Эд, чтобы разрушить замысел Лавана, который хотел укрепить силы Ягара, то есть Антиоха. Вот почему Яков проявил упорство и назвал это именно место Галь-Эд. Намекающий на храм. И вынужден был признать Лаван и назвать это место Галь-Эд. Тора говорит об особенной силе речи. Так написано в Иерусалимском Талмуде в трактате Брахот, восьмой лист. Он сказал, Ражби, если бы я стоял у горы Синай в час, когда Израилю Творец даровал Тору, я бы просил Творца благословенно, чтобы у человека было сотворено два рта. У нас есть два глаза, две пары ушей, две ноздри и только один рот, чтобы одним ртом человек изучал Тору, а второй использовал для прочих потребностей. Так как Тора относится к высшей системе святости, не следует произносить ее слова с помощью той же силы, которая занята делами внешними, будничными. Для этого нужна особенная сила речи. Итак, тайна спора Лавана и Якова о названии этого холма из камней. Этот холм указывал на особенности Израиля. Лаван хотел принизить и уменьшить эту особенность и включить Израиль в систему 70 народов мира. Поэтому он хотел назвать этот холм на языке, на арамейском, который относится к мировоззрению народов мира. Но наш братец Яков и наши святые матери настояли на том, чтобы эта особенность осталась абсолютной. Что мы относимся к языку, который вне системы всех других языков и народов. Греция имеет отношение к тому, что они хотели сделать. Ведь мы учим главу, которая посвящена Йосефу и Иевуде и их испытаниям, намек скрыт на то, что особенная роль еврейского народа, который не включен в систему 70 народов, а греки хотели повлиять на евреев и побудить их стать эллинизированными, то есть объегреченными, и чтобы мы отказались от нашей веры и своими поступками стали похожи на поступки народов мира. Они замышляли нанести удар по исключительности нашей святой Торы. И так написано в книге Софрим во время греческого царя Тольмая, Птоломея. Он вызвал в книге Софрим сказано пять мудрецов. Мы знаем, что во всем мире это называется Таргун Синтуагинта. Семидесяти. На самом деле было семьдесят два мудреца, которых вызвал этот греческий царь. И повелел перевести им Тору, вашего учителя Моше. Но если бы он хотел действительный перевод, я занимаюсь этими переводами уже больше двадцати лет в нашем издательстве Пардес. И если бы он хотел хороший перевод, он бы поместил их в одно место? Нет. Он поместил их каждого в отдельный дом. И к каждому пришел и сказал, переведи мне Тору, вашего учителя Моше, на греческий. Что он хотел? Он хотел посмеяться. Нет однозначных переводов. И сказано, что Творец сделал особенное чудо. И все эти мудреццы, они перевели Тору, причем то, что открывает трактат Мигела. Они внесли десять изменений при переводе. Начинается Тора Берешит Бара-Элуким. В начале сотворение Творцом всего небесного и всего земного. А они поменяли местами слова. Элуким Бара-Берешит. Что это такое? Почему Берешит Бара-Элуким, как написано у нас в Торе, это неправильно. Потому что он, этот Талмай-Амелек, он идолопоклонник, грек, который скажет, а, есть божество Берешит, которое сотворило Элуким, Творца. Потому что мы должны понять точку нашего спора с греками. Это я слышал тоже от Гаона Раммыша Шапира, который говорит, в греческом мире, То, что я ощущаю своими пятью органами чувств, то, что я постигаю моим разумом, это есть. А если это непостижимо мне, то этого просто нет. А в чем же отличие еврейского взгляда? И это то, что задает вопрос римский император еврейскому мудрецу Рагиушуа бен Ханане. За сколько лет рожает змея? Отвечает мудрец. В течение семи лет змея вынашивает своего детеныша. Неправильно говорит император. Мудрецы Афин, Хахмей Атуна, провели опыт. Они взяли змею, спарили ее со змеем. И она родила за три года. Неправильно, отвечает мудрец. Они взяли уже беременную змею. И беременная змея, так же, как это и у человека, они совокупляются, даже когда беременны. И это, откуда же ты знаешь? И доказывает это Рагиушуа история. Потому что сказано про первого змея проклятый от всех животных, от всех зверей полевых. И мудрецы приводят пример. Кошка рожает за 52 дня. Осел семикратно. Это 350 с чем-то дней. А ты будешь проклят. Это змей. Еще семикратно. За семь лет. Говорит император. Ну, ведь они же называются мудрецами. Говорит Раги. Иошо Бенханане. А мы мудрее их. Как это так? Что это значит? Вы вспоминаете известный анекдот в советские времена? Карл Маркс, он кто? Он экономист. А, это как тетя Сара? Нет. Тетя Сара старший экономист. Так так мы могли бы тоже сказать. Мы мудрее их. В чем отличие нашей мудрости от мудрости греков? Греки говорят, каждый предмет мира, мы можем его исследовать, мы можем его измерить. Он, что он говорит? Он сам по себе. А мы говорим, что этот предмет, что это песчинка, что это животное, что это светило, какую роль они исполняют в мировой всемирном прославлении Творца. Видите, это то, что написано в конце Перкеа, вот. Все то, что сотворил Творец в этом мире, он не сотворил, но только ради проявления его славы. Это в чем же корень нашего спора? Греки говорят, время – это поток, поток, у которого нет ни начала, ни конца, бесконечный, вчера, сегодня, завтра. Весь этот мир подчинен времени, а время связано и с материей, то есть с местом, с пространством. Это то, в чем живет мир. Так вот, мир первичен, а потом слабые люди придумали божества. И кому же поклоняются греки? Человеческой мудрости, человеческой красоте, человеческой доблести. Они поклоняются самим себе. В Спарте, если рождался больной ребенок, его просто убивали. Он не включается в эту систему посвящения, служению человеку. И это самое большое идолопоклонство. И в Советском Союзе это весь взгляд греков. Помните, храм науки, храм искусства стояли в очереди, чтобы купить билет в театр на Таганку. Это святое. Чем же отличается наш взгляд? Мы говорим, первое слово Торы, берешит, оно говорит о сотворении самого времени. То, что я своим постижением не могу постичь, но это решит начало. Значит, есть продолжение и есть цель. Несомненно, я не могу постичь суть того, кто сотворил весь этот мир. Я думаю образами, которые ограничены временем и пространством, местом. Но если греки не могут найти место для Творца в их ограниченном материальном мире природы, то мы говорим, имя Творца – Маком, место. Это не значит, что Творец находится в мире, но весь мир находится в нем. Маком, он Маком, тот, кто сотворил мир, и тот, кто каждое мгновение творит его, ешми айн, заново творит и оживляет его. И в чем же смысл сотворения мира? Если мы говорим, мы мудрее. Да, наш разум ограничен, Но то, что мы можем постигать благодаря Торе, это то, что Творец открылся нам, и это то, что Рамбан пишет в предисловии на Барашид, вся Тора – это имена Творца. И все эти имена – это только раскрытие этого особенного имени Авая, четырехбуквенного святого имени Творца, который мы на нашем языке говорим – милосердный. Господин всего тот, кто был, есть и будет. Это не значит, что он внутри времени. Нет, он задумал мир, он в этом мире открылся у горы Синай, как царь, и он приведет весь этот мир цели, когда будет оживление из мертвых. Есть цель у мира, потому что есть начало сотворения. И мы говорим ему – Творец, потому что он сотворил мир. Почему существует мир? Мир – это высшее знание, которое мы постигаем, потому что он хочет, чтобы мир был. И в этом мире есть каждое творение, которое предназначено, чтобы петь песню Творцу. У каждого творение – это то, что царь Давид и царь Шлома составили перекшера. Солнце, луна, звезды, муравьи, крокодилы, слоны, мухи поют свою песню Творцу. А одно из объяснений имени Исраэль открывает святая книга Зор. Ширкель – это тот, кто пропоет песню Творцу. Это наш народ. И это каждый из нашего народа, который исполняет свою роль в исправлении всего мира. И теперь мы говорим, ну какая связь? Почему, когда в другие годы наступает праздник Ханука, в главу Микетс, наши мудрецы говорят, установил границу для тьмы. И это говорит про Йосефа, который, отсидев 12 лет в тюрьме по ложному доносу жены Патифара, он становится главным правителем Египта. А наша глава, какое отношение, казалось бы, она имеет к событиям, то, что происходило с Йосефом, то, что происходило с Иудой. И Раши приводит, и это урок Рава Хайма Шмулевича, учителя Гаона, сына нашего учителя Равыцка Казильбера, Рава Бенциона Зильбера. Когда братья продают Йосефа, его везут караваны, чтобы спустить в Египет. И вдруг сказано, что этот караван несет с собой пряности, бальзам и лод. Зачем нам эти, казалось бы, ненужные детали? И Раши приводит Медра, что обычно арабы перевозят, дурно пахнущую нефть, скипидар, а этот караван, в отличие от других, везет благовоние? И что этот творец специально устроил, казалось бы, микрое случайность, чтобы Йосеф не страдал от дурного запаха? Спрашивает Робин Цион, но какое нам, какое дело Йосефу в тот момент, когда он был спущен с вершины, любимый сын Якова, который отличен был отцом от всех других сыновей, окружен любовью отца и заботой, и учебой Торы, с этой высоты он падает в глубокую яму, попадает в рабство, а в те времена рабы были совершенно унижены. Какая разница? Они получали побои, их притесняли, грубо вели себя с ними, бесчеловечно. Какая же ему разница? Какие запахи сопутствовали ему на этой страшной дороге? В чем смысл того, что Творец изменил обычную ситуацию с товаром на необычную? Разве это могло повлиять на судьбу Йосефа? На судьбу нет. Потому что для такого развития событий есть свои причины. А на душевное состояние, да, в тяжелую для Йосефа минуту Творец дает ему знак «Я с тобой, ты не покинут». И это знак от Всевышнего, говорит Рафхайм Шмулевич и в событиях Хануки. Праздник Ханука, как известно, посвящен победе евреев, восстании против греков, которые под угрозой смерти принуждали евреев изменить свои веры. Мы празднуем праздник Ханука 25-го кислева. В день, когда, изгнав захватчиков, евреи вошли в Иерусалим и очистили оскверненный ими храм и осветили его и после долгого перерыва зажгли в храме огни миноры храмового семисвешника. И то, что открывает трактат Шаббат 21-й лист, что был найден только один сосуд ритуально чистым оливковым маслом и количество масла в этом сосуде было рассчитано на один день, а для приготовления нового, чистого, неоскверненного масла требовалось семь дней и один день, чтобы его доставить, то есть восемь дней, и это найденное масло горело не один, а целых восемь дней, пока не было, не нашли, не приготовили, не принесли новое очищенное масло. И в законах Хануки это событие отражено очень ярко. В течение всех восьми дней праздника нам предписано в особенном порядке, по мнению школы Елеля, зажигать в определенном порядке эти восемь свечей. Так как же можно сравнить, говорит Равкаем Шмулевич, значение духовного спасения всего еврейского народа, которое принесло евреям необъяснимое с практической точки зрения победа войне, и возможность на восемь дней ускорить выполнение заповеди зажигания миноры. Казалось бы, то, что мы должны благодарить Творца, и то чудо, которое произошло, когда маленькая горстка необученных, чистых праведников победила самую могучую армию мира. заповедь зажигать этот светильник можно было и без того, чтобы ждать это новое чистое масло, можно было использовать то, которое по закону Тора допустимо. но возможность исполнить заповедь в особенной чистоте, в особенной строгости, в особенной красоте. Разве это можно одно сравнить с другим? По чудесную победу в войне над многочисленным врагом, который завоевал почти весь мир. армия Александра Македонского завоевала почти весь мир. И как же можно это себе объяснить? Давайте представим себе. Отец, мама рожает, она в больнице, отец должен накормить своего ребенка. Он приносит из магазина хлеб, масло, молоко, сыр. Ну, ребенок не придает этому никакого значения. Это естественная вещь. Но вот отец приносит и вручает ему большую шоколадную конфету. Что чувствует сын? Что его очень любит. Так и здесь говорит Равр Шмулевич. Возможность выполнить эту заповедь безупречно, во всей полноте, которую в виде в форме чуда дал нам Всевышний. Это проявление его любви к нам. Это улыбка с неба. То же самое приводит Равр Шмулевич то, что описывает Танах победу Давида над этим могучим гигантом гулияпом. Давид поразил этого могучего воина камнем из прощи. И камень попал в голову гулиято. И он упал на землю. Но он не упал назад, как можно было бы ожидать, а вперед. А рост гулиято было шесть с половиной локтей. Локоть это пятьдесят или шестьдесят сантиметров. Если бы он упал на спину, Давиду пришлось бы пройти почти тринадцать локтей, два роста гулиято, чтобы добить его и отсечь ему голову. А Всевышний сделал так, что гулиято упал головой к ногам Давида. И это улыбка с неба. И говорит Равр Шмулевич, что тяжелее всего для человека? Часто не сама беда угнидает человека, как ощущение, что он брошен, что он оставлен, что Творец о нем не думает. В таком состоянии находился Йосеф, и вдруг неожиданный запах, и Йосеф понял это. Он понял, если Творец этим знаком говорит ему, «Да, ты сейчас находишься в рабстве, но знай, что я с тобой, ради тебя я изменил весь ход событий». И Йосеф ощутил, что Творец как бы держит его за руку, Всевышний помнит о нем, значит придут и хорошие времена. это то, что открывают наши мудрецы. То, что в нашей главе говорится вначале про то, как спускается Йосеф, а потом прерывается рассказ и говорится о спуске Иуды. Братья, когда видят какому горю они подвергли своего отца, продав Йосефа, в рабство, они утешают его, а он не утешается. 22 года находится в трауре Яков, потому что он послал своего сына Йосефа к братьям, несмотря на то, что он знал, что они его, мягко говоря, не любят. И он подозревал именно Иуду, когда показали ему залитую кровью козленка, полосатую рубаху, Йосефа, он говорит, дикий зверь порвал его, а когда он будет давать благословение, он Иуде скажет, гурарье Иуда, гурарье, то есть молодой львенок Иуда. И он думал все эти годы, что это именно Иуда убил его, а на самом деле те, которые увидев Йосефа, сказали, давай убьем его и бросим в одну из ям, и скажем, дикий зверь порвал его. Это Шимон говорит своему брату льви. И Рувен останавливает их. Он говорит, не будем проливать кровь нашего брата, бросьте его в одну из этих ям. И вот это то, что Талмуд открывает. После рассказа про то, как найден был кувшинчик, это трактат Шаббат. 21 лист вдруг приводится рассказ и строчка из нашей главы «А яма пустая, нет в ней воды». Если она пустая, понятно, что нет воды, открывает Талмуд. Но змеи и каракурды есть там, или тарантулы, маленькие, ядовитые, даже не могу сказать, присмыкающиеся. Так вот, учит Талмуд, что Рувен, который спасает от смерти Йосифа, он говорит, я знаю, там могут быть змеи, там могут быть каракурды, тарантулы, но человек, он овладает полной свободой выбора. И говорит комментатор, великий комментатор, «О, Рахаим Акадош, Равхаим Бенатар». Он говорит, что у человека такая широкая свобода выбора, что даже если не намечено с неба, что такой-то человек должен умереть, если злодей задумал и совершает выбор, он может даже убить того, кому не предназначено было с неба умереть. И с другой стороны, когда попадает Йосиф в яму, открывает, что праведник, ему не полагается смерть от змеев, от каракурдов, и когда они видят праведника, они прячутся в своей норы. Но Рувен говорит, что он спасает их от убийства. И это то, что сказано, что если бы Рувен знал, что Тора напишет, что он хотел спасти своего брата, он бы на плечах его отнес к отцу. С другой стороны, Иуда говорит, что за выгода нам, что мы убьем нашего брата, давайте продадим его в Египет. И казалось бы, он спасает его от явной смерти, но Талмуд говорит, что это страшная вещь, духовное испытание. Ведь Египет называет срамным местом всего мира. И если попадет туда 17-летний юноша, сможет ли он выдержать испытание? А это лучше человеку умереть физически, чем умереть духовно. Ведь грех приводит к смерти духовной. И это то, что в Талмуде говорит римская патриция, она говорит, что написано в вашей Торе, чтобы 17-летний юноша выдержал испытание, притязание жены своего хозяина и не совратился? Это не может быть. Но отвечает ему еврейский мудрец, Тора описывает и все падение наших прадцев и наших великих людей. Ягуда, когда он постановил, что его невестка, которая не дождалась его третьего сына Шелы, она беременна, он постановляет, что ее нужно вывести на смерть и убить страшной смертью огнем. И она посылает знаки ему, и говорит Акерна узнай пожалуйста от того, кому принадлежат эти знаки я беременна. И в этот момент он мог отодвинуть знаки сказать потом. В его руках было три жизни. И он перед всеми признается она правее меня, она беременна от меня. И это позор. И наши мудрецы говорят, он публично осветил имя Творца, признав свой позор. Ему за это полагается царская власть. И Давид, потомок Иуды, и Машех, потомок Давида, это то, кто осветил имя Творца публично при всех, и поэтому имя Творца, четырехбуквенное имя Творца, полностью входит в имя Иуды, только маленькая буковка Далет, Даль, это бедный, у которого ничего нет. А Йосеф, который выдержал испытания наедине с хозяйкой, с женой Патифара, и оставил накидку в ее руках и убежал, он осветил имя Творца, только на глазах у нее, и поэтому в его имя добавлена только одна буква из имени Творца Йосеф, перед тем, как он должен прийти к фараону, обучает его ангел Габриэль семидесяти языкам, и это буква Гэй, которая открывает ему постижение, и это то, что мы видим, разница между великими праведниками, мы говорим Йосеф от Садик, и Балетчува, и первый храм называется по имени Йосефа, на Ефраем, а второй храм, он уже называется по имени Игудой, и это то, что любой человек, написано в Талмуде, который разрушает веру в идолах, он называется потомком Иуды, и вот эти тринадцать человек, которые поднимают восстание против могучей армии греков, ни одного шанса победить в этой войне у них не было, но они идут на самопожертвование, и Творец дает им знак. Масло, которое должно было гореть один день, горело восемь дней. Это улыбка Творца, и на будущее поколение установлено, что с двадцать пятого кислева в течение восьми дней мы празднуем этот праздник Ханука, чтобы прославлять Творца и благодарить его за то чудо, которое он сделал нам 2200 лет тому назад. И сейчас мы просим Творца, и мы надеемся на явное чудо, чтобы наши солдаты победили этих террористов из Хамаса, и чтобы все наши заключенные вернулись в полном здравии в свои дома. Это наша просьба. На этом я завершаю хороших новостей для всего еврейского народа. Шаббат шалум! Хамаса,